всем привет из магазина loud sound сегодня у нас будет обзор alpine 195 bt не совсем корректно в прошлый раз делали обзор даже это не обзор был у нас просто мы знакомили у вас новинками что у нас магазине нового появилась такой беглый обзор пальпу сделали и вот так обосрал достаточно резко потому что у него нет по каналке хотя заявляли там полноценный кроссовер почему так получилось по простой причине я проверил все в этом магнитофоне все внешние переключатели все кнопки по удерживал зашел все в меню ну нету там переключения в по каналу вот ошибка достаточно такая банальная оказалось оказалось это первый магнитофон на моей практике которого работают одновременно две кнопки ну то есть есть какая-то функция которая включается при одновременном нажатии двух кнопок до этого не альпов не пионеров на моей практике не было как оказалось что там это фон одновременным нажатием двух кнопок включается включается режим полноценной трехполоски да вот в режиме в котором он идет завода у него перед зад и сап настройки до 200 герц которые не подходят для полноценной трехполоски то есть пищалку мы не под не можем порезать таким образом середину не можем подрезать снизу сверху мы тоже не можем подрезать там 20 или середину вот но подержав кнопки телефон и нотка оказалось мы включаем это ошибка моя и такая досадная достаточно и я еще раз извиняюсь за него надо читать инструкции и так сегодня мы посмотрим на alpine поближе посмотрим какие у него есть фильтра при включенном трехполосном кроссовере насколько они нас устраивают и естественно сравним его с единственным прямым конкурентом из тех что сейчас есть на рынке из новых моэтофонов с 80 пионером и так как уже говорил про экран экран так себе после 55 alpine да да даже после старых 53 ну вообще после старых аль альпов экран печаль ну как бы сэкономили на мультиках не как 117 там у нас нету здесь забыл какой ель дисплей по-моему назывался мне там поправляли короче не мультяшный дисплей а хреновый но то не просто хреновый экран как в 53-м альпании например а хреновый хреновый ну видно такую dandy графику очень печально это выглядит но на самом деле на же больше интересует функционал и так как же оказалось включается по канальный режим она на режим включается нажатием двух кнопок это нотка и телефон если их удержать у нас появляется вот такое меню аудио система двухполосная или трехполосная все больше в этом меню никаких переключений нет переключая на трехполосную систему мы уже видим при если заходим в настройки аудио кстати настройки аудио можно зайти подержав кнопку с этап потом выбрать аудио да можно зайти быстро нажав вот эту кнопку вот мы сразу заходим глубокие настройки аудио здесь у нас есть параметрический эквалайзер который вот настраивается таким образом не знаю может кому-то это удобно и покажется 9 полосный эквалайзер мы настраиваем ширину уровень и на какой частоте мы будем изменять ну то есть чтобы было понимание например мы выбрав частоту 100 мы выбрав частоту 100 можем поднять уровень на 100 герцах например на плюс 7 или на минус 7 и выбрать насколько эта регулировка будет захватывать соседние частоты то есть грубо говоря при самой низкой ширине у нас будет цепляться соседние частоты не сильно при самой высокой сильно то есть на 100 герцах у нас будет подъем и при самом широком захвате соседних частот у нас частоты будут подниматься соседней больше при самом меньшем только только 100 герц круба говоря да какие-то еще рядом с ним вот это у нас эквалайзер дальше у нас это не нужная настройка вот он кроссовер мы видим у нас здесь фейн фильтр низких частот все то же самое что мы видели в двух полоске частота на которой мы можем порезать крутизна вот здесь у нас есть кардинальное отличие крутизна у нас ограничено 12 децибелами на октаву это херово то есть у нас здесь фильтры по частотам нормальные а по по крутизне херовый вот мы можем на 800 герц порезать сабвуфер снизу сверху дальше мы можем снизу порезать mid bass также максимально на 800 порядок у нас при этом остается также 12 децибел на октаву это прискорбно фильтр высоких частот ну то есть mid bass сверху мы уже можем порезать повыше но у нас здесь получается сколько на 20 килогерц можем врезать сверху mid bass либо это середина крутизна опять же 12 децибел на октаву печаль и печалки самое важное что нас интересует мы можем резать снизу на 8 килогерц нас интересующие либо 10 и порядок опять же у нас какой второй получается ну да и надо децибел на октаву погано но ну то есть что было понимание это хуже чем 80 пионере но лучше чем в любом магнитофоне который сейчас есть на рынке из тех которые умеют разруливать трех полоску вот что мы здесь еще видим в настройках аудио менять фазу сабвуфера можем временные задержки встроенный усилитель включать выключать настройка mx mx это что-то типа тон компенсации но лауда то есть если вы слушаете тихо можете вот и мы включать будет приятнее звучать на громкость если слушать и громко не советую этот параметр эквалайзер предустановки можно поменять источник громкости это у нас что относительно чего наверно и поясала на пионере не знаю почитать инструкцию на самом деле она куда мы можем поменять разность источников это например если у вас вы переключаетесь с радио на аукции среки кирпичами от того что громкость задралась очень высоко можете вот в этой настройке источник можете в этой настройке на ауксе например убрать уровень и переключаясь на с радио наук вы не будете пугаться изменению громкости ну либо наоборот выровнять громкости так по остальным настройкам сейчас пробежимся быстро тогда не посмотрели общие в общих у нас можно выключить включить демо режим рулевое управление включить выключить не пользовался не знаю как читать инструкцию узнавать у тех кто пользовался вот там сзади меня поправили св rc это steering wheel remote control то есть управление на с пульта на руле вот как-то она подключается и можно пользоваться не знаю в каких машинах насколько это всеядная вещь но вот рулевое управление кому интересно проиграть если она здесь есть так режим часов время язык язык выбирается настройка aux aux вы кого имя аукса можно задать как он будет называться игровая приставка кто из вас играет playstation в машине так без ключа не знаю что это такое без ключа чтобы он работал не работал и и все у нас тут по моему настроек больше особо не дисплей у нас можно выбрать подсветку либо свою либо предустановки вот подсветок разных куча сейчас не можно выпускать магнитофоны без изменяемой подсветки можно отдельно настроить кнопки отдельно экран не отстают от пионера или пионера толпой на не знаю кто кто тут был первым вот можем настроить тюнер ipod приложения тоже по многому полезной функции которыми никто не пользуется сейчас если вы пользуетесь то я извиняюсь вот здесь вы можете выбрать приложение alpine будет получать по usb bluetooth или выпал нет не знаю если честно если кому-то не лень разбираться разбирайтесь вот самое главное для себя выяснил это то что трех полоска у него есть и ставить его в трех полоску можно и тут мы сталкиваемся с еще одной фигней я сам не проверял тема проверял настройки у него не сохраняются вот чтобы сохранились настройками настройки надо там что-то выключить включить зажигание ну в общем с проводом от сц какие-то манипуляции нужно проводить если этого не делает то настройки не сохраняются обратите этот пред на это внимание пожалуйста при установке этого магнитофона чтобы желтый с красным там не смотали по моему там нужно как-то выключить зажигание к в общем это написано в инструкции и можете поинтересоваться он теме написать он вам расскажет смысл в том что у этого алпайна какая-то кривая система на сохранения настройки строки у него сбиваются вот таким образом имеем магнитофон такого нового поколения которого куча подсвета куча у него разных функций по чтению разных источников то есть он дружит и с айфонами с айподами с андроидом не знают тоже почитайте должен дружить с андроидом читать флешки у него есть аукса все есть причем и флешка я укс у него находится на передней панели подсвечены все в лучших традициях новых магнитофонов вот поэтому процессорный магнитофон да действительно мы получили у него есть полноценный кросс у него есть временные задержки это из плюсов из минусов у него так себе экран на любителя кому-то я думаю может понравится мне мне вот лично такой после старых алпайнах мне не очень нравится такой дисплей это опять же это очень субъективно и тут я не говорю что это дерьмовый дисплей это дерьмовый дисплей для меня для вас он может оказаться шедевром дизайнерской мысли по поводу минусов еще это сохранение какой-то глюк с сохранениями у него завязана и на провод ацц и и самый такой неприятный минус если уже делали трех полоску если уж двух полоски фильтры порядка 4 есть зачем оставлять фильтры 2 порядка в 3 полоски не знаю то ли это ущербный такой процессор у него стоит то ли такая задумка была какая-то что типа больше нам и не надо ну это погано фильтр мы принято что если вы если у вас крутые фильтра то на всех устройствах это обычно четвертый порядок вот на некоторых и побольше на 99 пионере например или на внешних процессорах типа audison или md lab там фильтра уже порядком идут выше вот поэтому магнитофон в принципе до конкурент восьмидесятому если между ними выбирать то однозначно 80 но у этого интересней цена даже с учетом всех подорожаний сейчас он стоит меньше 15000 и это круто потому что сейчас 80 пионер гораздо дороже стоит даже в закуп тоже оптовая вот она гораздо выше поэтому ну если где-то еще он не поднялся покупать и 80 если вы что-то выбирали если уж 80 уже вы видите по 20 22 тысячи ну стоит наверно сэкономить 7000 получить чуть более херовый кросс но как бы деньги ощутимые поэтому alpine тоже вот эта модель имеет право на жизнь я думаю будет бестселлером заказать вы ее уже можете в принципе вот это даже модель после обзора можно считать что чуть-чуть был с хорошей скидкой она будет продаваться там тысяч за 13 или 13 с половиной посмотрю выкинем в лаутсанд магазин как как был ну по сути он новый вот постоял у нас пару пару дней в магазине на на стенде все надеюсь было информативно если там что-то опять пропустил комментируйте я не могу узнать все и так же как и вы обучаюсь каждый день вот этому всему что-то новую знаю поэтому пишите в виде троллинга или видит а просто поправить это уже вам выбирать а мы занимаемся дальше громким а там 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 джон 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 джонглос пик и